Привет, друзья! Меня зовут Ирина Корневая, я руководитель компании «Кинолюбовь» и ведущая свадьб. Дорогие друзья, сегодня я хочу с вами осветить тему компетентности диджея. Я не просто так решила выбрать эту тему. Дело в том, что совсем недавно произошла ситуация, когда у нас заказали видеографа, и видеограф, придя на свадьбу, обратился к звукорежиссеру, которого заказали молодожены самостоятельно, без помощи нас, и звукорежиссер не смог подключить петличку видеографа к своему микшерному пульту. Давайте по порядку расскажу, что я имею в виду. Когда видеограф хорошего уровня, он записывает звук либо с радиопетли, то есть он эту радиопетлю просит подключить звукорежиссера непосредственно к пульту, либо с помощью рекордера. То есть этот рекордер подключается к микшерному пульту, и звук записывается на рекордер и потом вставляется в фильм. Это делается для того, чтобы звук был очень хороший, чтобы он был чистый, без каких-то дополнительных шумов, без звуков музыки. То есть звук записывается непосредственно с микрофона. То есть ведущий говорит в микрофон, и звук записывается. Гости говорят в микрофон, и только их звук и записывается. Именно тогда и получаются те самые хорошие видеоклипы, когда идет клип, и поверх музыки, поверх каких-то шумов идет чистый голос регистратора, или когда поверх музыки идет чистый голос молодоженов, когда они говорят друг другу клятвы, или родителей, которые поздравляют, говорят, что это какую-то трогательную речь. Так вот, чтобы получился такой клип, нужно, чтобы сработал хорошо не только видеограф, но и звукорежиссер. Это очень важно, дорогие невесты, именно поэтому я решила записать для вас это видео. Заказывая звукорежиссера где-то самостоятельно, обязательно уточняйте у него, сможет ли он, в случае, если это понадобится, подключить радиопетлю видеографа непосредственно к пульту, знает ли он, как это делать, ну или рекордер непосредственно к пульту, чтобы не получилось так, что из-за того, что одно слабое звено присутствует во всей организации, не получится в дальнейшем у вас хорошего фильма или клипа, потому что именно это останется у вас после свадьбы. И именно это очень важно, чтобы хороший фильм и клип получился у вас. Потому что может получиться так, что сборы хорошие, прогулка хорошая, дошло время до выездной регистрации, когда все должно быть идеально, а звука хорошего нет, потому что звукорежиссер сплоховал и не знает, как подключить радиопетлю или рекордер. Поэтому, друзья, обращайте на это внимание, либо уточняйте это у видеографа, у звукорежиссера, прошу прощения, либо обращайтесь в агентство, потому что в агентстве работают обычно компетентные люди, конечно, они знают, как это сделать, они знают, как подключить, чтобы не получилось так, что слабое звено все испортило. Я надеюсь, что вы обязательно используете эти знания и в будущем вы обязательно будете уточнять у звукорежиссеров, знают ли они, как это сделать, чтобы в дальнейшем у вас получилось хорошее видео. Либо обращайтесь к компетентным людям, которые 100% отработают на 100%, повторюсь, да, хорошо отработают на 100%. Друзья, и, конечно же, если для вас эта информация была хоть чуточку полезной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите обязательно внизу, какие вопросы для вас актуальны, и я постараюсь ответить на эти вопросы и записать для вас интересное видео. Всего хорошего, пока!